Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хабагивили. И в сегодняшнем видео мы с вами посмотрим на новую экспресс-доставку, которая пришла в игру совсем недавно. Она принесла новые татуировки, новую одежду и новые аксессуары для режима строительства. Так что усаживайтесь поудобнее, ну а я начинаю. Поехали! Начнем с того, что в игре появился новый сценарий, который у нас должен закончиться уже 26 марта 2022 года, который называется «Вдохновляющий наставник». Тематика «Навыки и дружба» — сложность низкая. Помогайте друг другу достичь успеха, ломайте стереотипы и вдохновляйте новое поколение. Также вы можете прочитать полностью описание данного сценария и, обновив свою игру, пройти его. Я не знаю, насколько тут требования. Пусть есть один персонаж в возрастной группе «Молодой» и персонаж в возрастной группе «Девочка-подросток». То есть в вашей семье должно быть два персонажа. Если же ваша семья, которая уже существует у вас в игре, соответствует данным требованиям, то вы сможете пройти данный сценарий с вашей личной семьей. Если же нет, то сможете создать новую и, собственно, пройти сценарий с новой созданной семейкой. Вот. Также в базовую версию игры была добавлена вот такая вот мужская прическа. Но, разумеется, вы можете убрать гендер и эту прическу применять и на девушек тоже. Если честно, то мне очень нравится, как она проработана. Реально, текстурки выглядят очень качественно. И разработчики в последнее время начинают прямо меня радовать прическами, текстурами и тому подобное. В любой расцветке вот эти вот, скажем так, завитушки, да, это все равно считается афро-прическа, они прям реально выглядят как вот в блонде. Очень сильно прям видны такие вот корючечки, завитушечки, да, вот это вот все. Выглядит реально классно, выглядит реально здорово. Вот. Прическа прикольная. Ее, конечно, можно использовать на девушках. Она вполне себе выглядит тоже ничего. Далее мы переходим к татуировкам, потому что данная экспресс-доставка принесла новые татуировки. И, кстати говоря, татуировки, которые вот пришли у нас с экспресс-доставкой, давайте я уберу татуировку из свадебных историй. А татуировки, которые пришли с экспресс-доставкой, они выглядят вот таким вот образом, и, кстати, они не имеют расцветок. И также на татуировке указан маленький такой пломбобик нарисован, и указан автор, который создал данную татуировку, потому что это какой-то известный тату-мастер-девушка, потому что эти татуировки приурочены к празднику 8 марта. Вот. Также у нас есть еще вот такая вот татуировка в виде бабочки. Она также не имеет никаких расцветок, просто черная. И также есть вот такая вот татуировка. Я так понимаю, это полумесяц, какие-то точки и какие-то вот такие вот цветы, честное слово. Не разбираюсь в каких-то таких вот орнаментах, да, назовем это так, но выглядит вполне себе здорово. Эта татуировка также не имеет никаких расцветок, и у нее есть специальный пломбобик, который означает, что эта татуировка была создана совместно с автором. Также помимо этих трех у нас имеется и татуировка на ногу. Вот такая вот какие-то полосочки, стрелочки. Эта татуировка также не имеет расцветок. Ее автор Янг Парк, скорее всего, тоже какой-то известный тату-мастер. Вот. Но выглядит вполне себе, ну, не знаю, не знаю, не знаю. Наверное, прикольно, очень креативно и очень, скажем так, необычно. Выглядит вроде как, вроде здорово, вроде классно. Далее мы переходим к детям, потому что данная экспресс-доставка принесла два новых головных убора от Креатора Комплекс Сим. Это вот такая вот, скажем, шапочка, которая почему-то имеет какие-то две дырочки вот здесь вот наверху. И причем эти же две дырочки отображены на самой иконке данного предмета. Не знаю, так должно быть или же это все-таки какая-то ошибка и баг. Почему не проверяли, непонятно, даже на самой картинке данная ошибка присутствует, неизвестно. Также, разумеется, данный головной убор имеет различные расцветки и баг не пропадает, если меняем этому головному убору какие-то, ну, меняем расцветки, дырочки вот эти вот не исчезают. Так, и второй головной убор, это вот такое вот что-то похожее, знаете, на кепку козырьком назад. Но, я так понимаю, это какая-то повязка, но все равно выглядит так, как будто бы это что-то, какая-то вот твердая такая вот, твердый козырек, потому что он изогнут вот здесь вот, но выглядит как будто бы действительно кепка с козырьком назад. Также имеет различные-различные расцветки, в общем, расцветки такие же, как и у первого головного убора, прям точно такие же. Также данные головные уборы имеются и у тоддлеров, они выглядят абсолютно так же, имеют такие же расцветки, так что можете наряжать ваших симов, как детей, так и тоддлеров, вот. И второй головной убор также имеется, но смотрите, у этого головного убора на детях нет вот этих вот двух дырочек, значит, все-таки, ну, тут вот что-то проглядывает иногда, вот, что-то там такое вот багует чуть-чуть совсем, вот. Судя по всему, плохо пришитая оборочка вот эта вот, ну, давайте скажем так, вот. Вот, на детях не багует, ну, если не считать вот этого какого-то там проглядывания текстурки через эту шапочку, и выглядит вполне себе, вполне себе прикольно. Также, возвращаясь к детям, у нас появился один наряд в полный рост, а именно халаты, потому что в предыдущей экспресс-доставке данные халаты были доступны только для взрослых, и то они там баговали, были недоступны девушкам, но эта экспресс-доставка данная, данную ошибку исправила, теперь халаты доступны как мужчинам, так и женщинам, а также их добавили и для детей. Кстати говоря, данные халаты также доступны и для тоддлеров. Также в режиме встретить свои покупки появилась новая картина, которая называется «Совоображаемый пейзаж», и дает два балла обстановки. Давайте мы с вами ее разместим. Вот у нас тут в семейке, за которую я играю, как раз-таки чего-то вот не хватает в гостиной возле лестницы. Давайте мы эту картину с вами как раз-таки здесь и разместим. Посмотрим на ее расцветки, это вот такие вот листья. А, а расцветок у нее нет, ребят, смотрите, расцветок у этой картины нет, выглядит она вот так, и мне кажется, честно, она сюда вполне себе вписывается, наверное. Можно даже ее побольше сделать, и вот такой вот классный воображаемый пейзаж может красоваться у вас на стене. У нас тут точно такой ремонт, весь бежево в таких серых оттенках, и данная картина сюда вполне себе вписывается. Ну что, вот такая вот небольшая экспресс-доставка пришла к нам в игру буквально совсем недавно. Если вы ее еще не подгрузили в свою игру, то подгружайте, она это сделает автоматически при запуске YSIMS 4, и, собственно, наслаждайтесь картиной, одеждой, головными уборами и новой прической. Разумеется, также в эту экспресс-доставку вошла такая тема, что перенесло еще и две прически. Одна женская прическа из дополнения в университете, и также одна прическа для детей из дополнения времена года. Да, сейчас вы видите их на своих экранах, эти прически также стали доступны в базовой версии игры. Но если вам понравилось это видео, не забудьте поставить палец вверх, также подписаться на канал, чтобы не пропускать самую свежую и интересную информацию из мира The Sims. И, разумеется, не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте и в Телеграм-канал. Все ссылки будут в описании. Ну а с вами был Сергей Хмолкова Гибель, всех безумно люблю, и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.